Продолжение следует... Что касается нёба, очень важно сразу выделить две зоны. Это зона неподвижной ткани и зона подвижной ткани. Неподвижная ткань начинается от десневого края. И на нём вы всегда увидите втянутую линию. Это как раз переход неподвижной прикреплённой ткани в подвижную следствию. Эта линия также ограничивает сосудистонервный пучок. За эту линию опекально заходить ни в коем случае нельзя. Во-первых, будет очень сильное кровотечение. А во-вторых, там соединительной ткани нет. Нам там не нужно заходить. Там жировая ткань. Эта ткань нам не нужна. Поэтому очень важно. Вот человек открыл рот, вы посмотрели, и вы сразу же заметили эту линию. То есть втянутая линия или втянутая точка — это место, где находится сосудистонервный пучок. Чаще всего начало отмечается в области между седьмым и восьмым зубами. Это первое. Второе. Анестезия делается в нёбре, на нёбре, в самом начале операции. И делается укол в подвижной ткани. Если вам тяжело выдавливать жидкость, анестетик, это значит, вы делаете в неподвижных тканях. Анестетик не будет выходить. Обратно. Иглу. И в подвижной ткани. Человеку будет больно. Но по-другому никак. И для того, чтобы забрать трансплантант, анестезия делается от восьмого зуба до пятого зуба. В самой опекальной зоне. И никогда нельзя бояться количества анестезии. 90% карпулы можно вводить в нёбре. В этом ничего страшного нет. Наоборот, лучше. Вы спокойно работаете. Пациент не волнуется. Конечно, в этот момент у пациента будет рвотное ощущение. И будет ощущение комка в горле. Вы об этом предупредите. Пускай дышит носом. И вы можете приступить к забору трансплантата только лишь через минутки 20 после укола. Раньше не стоит. Максимально пропитается тканью анестетика. И вам будет очень-очень комфортно работать в этой зоне. Второй забор свободного десневого трансплантата делается четырьмя-пятью разрезами. Два горизонтальных и два вертикальных разреза. Первый горизонтальный разрез делается на расстоянии 2 мм от десневого края. В первой части коллеги делали много ошибок, забывали про эти параметры и уходили глубоко, опекали. Уходим куда? К сосудисто-нервному пучку. Возникает кровотечение. Поэтому первый разрез мы лезвие располагаем вот так вот перпендикулярно к твердому небу. Отступаем на 2 мм. И сзади наперед делаем разрез на глубину 1,5 мм. Дальше мы отступаем опекально на нужную ширину, например, 5 мм. И делаем параллельно первому разрезу второй разрез на такую же глубину 1,5 мм. Как определить рабочую часть лезвия, острюю, 1,5-2 мм? После этого два этих горизонтальных разреза объединяются двумя картиками. Вот таким вот образом. После чего вы уже можете пинцетом выделить или ухватиться за край трансплантата. И вводя лезвие в верхний разрез, ставя его параллельно, начинаете выделять трансплантат. После этого трансплантат вы помещаете в физиологический раствор. Поэтому давайте сейчас первый разрез, например, на длину 12 мм, на ширину 5 мм будем выделять. Первый разрез 2 мм от десневого края. Перпендикулярно. Я буду показывать, но на мой взгляд... Первый разрез. Второй разрез. Третий и четвертый – вертикальные разрезы. После этого мы вставляем лезвие в первый горизонтально разрез на глубину 1,5 мм. Поворачиваем лезвие так, чтобы было слегка параллельное направление. И спереди-назад, соблюдая заданную глубину, вы выделяете трансплантат. Я потихоньку-потихоньку углубляюсь в аппекальном направлении. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ around the kitchen. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕале. По-другому fühleко о борьбе наchod intendом LSU. О, что камень-то сопереженник? ПОДПИШИСЬ НА АНАМЛИЦКОМ ЯЗЫКЕ, КИКОМ ЯЗЫКЕ, зубленный нагрев, Продолжение следует... Продолжение следует... Я приведу в коронально-опекальном направлении вот эту ширину. Ширина эта зависит от дефекта. Если вы используете тоннельную методику, то ширина трансплантата должна быть на 30-40% больше глубины рецессии. То есть значение глубины рецессии. Если вы используете корональное смещение лоскута в модификации трапециевидный лоскут, разрез или треугольный, то трансплантат должен быть такой ширины, чтобы он закрывал только обнаженную поверхность корня и не заходил на костную ткань. Если зайдет ничего страшного, не критично, но это вызовет лишнюю гипертрофию. Это вот ширина. Длина также зависит от рецессии. Длина также... При тоннельных методиках трансплантата должен быть на 1 зуб длиннее медиальнее и на 1 зуб длиннее дистальна от дефекта. А если это корональное смещение лоскута, то тоже по бокам плюс 3-5 мм он должен быть. Теперь трансплантат всех поставьте, пожалуйста, в чашку с водичкой, чтобы он оставался сухим. Теперь мы будем накладывать швы на нёбе. Будем накладывать первый вариант. Значит, здесь очень важно сейчас по ним говорить об одном и том же. Нижний край. Я буду говорить нижний край, верхний край. Нижний край – это то, что дальше от зуба. Верно? Все это так понимают? Верхний край – это то, что к зубам. Хорошо. Сейчас мы возьмем иглодержатели и шовный материал ПГА, рассасывающийся. На нёбе лучше накладывать рассасывающимся швом, чтобы на сихние сутки спокойно можно было снять. Значит, первый шов мы накладываем под углом дистального края разреза в области нижнего угла. Посмотрите. Вот под таким вот углом проводим, вводим и вводим иглу вне раны для того, чтобы прижать возможно находящиеся там сосуды. То есть, делаем узловой шов. Начинайте. Это первое. Изнутри, да. Все сделали. Получилось? Нет? Тогда я сейчас иду. Две секунды. Теперь, что вы делаете? То есть, вы заметили, что петля, которая нижняя петля, вы в левую руку держите петлю, правой рукой сзади, именно сзади иглодержатель иглу два раза проводите сквозь эту петлю. Сзади. Сзади вот этой петли. Сейчас я посмотрю. Вот у меня правая рука уходит к вам, то есть, а ваша правая рука должна уходить ко мне. Потом уходит рука влево моя. То есть, ваша рука тоже должна уходить влево. И уже сзади входит два раза. Входит и выходит в эту петлю. Два раза, да. То есть, ваша рука, правая рука идет ко мне влево и она оказывается позади этой петли. Ко мне и влево. Получилось? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...